Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад всех приветствовать на традиционном вводном технико-экономическом вебинаре, дневном. Он предназначен для тех людей, кто живет на Сибири и Дальнем Востоке, и, соответственно, тем людей, кто интересуется проектом, новички, возможно, в рабочее время включился в обеденный перерыв и захотел послушать про проект Skyway именно в вводной части, в первичных сведениях о проекте. И сегодня как раз-таки мы дадим основы, о которых рекомендуем услышать и понять, принять сведению каждого из новичков, потому что это те основы, которые на самом деле следует знать каждому, кто участвует в проекте Skyway. Но для начала давайте, пожалуйста, перейдем к опроснику, в который раз присутствуете на вводном именно технико-экономическом вебинаре, то есть первый, третий и более и так далее. Напоминаю, что в первую очередь эти вебинары направлены на новичков. И если говорить про моих партнеров, моих коллег с первой линии и также с глубины, я всегда для экономии и личного времени людей, и своего времени отправляю коллег, чтобы они говорили своим партнерам, соответственно, о возможности участия в вводном технико-экономическом вебинаре, потому что здесь мы максимально просто, максимально доходчиво показываем тот проект, который является действительно возможностью раз в сто лет и позволяет обрести уверенность в будущем, даже в свете экономического кризиса в Российской Федерации, либо за рубежом, не важно. Потому что это проект в общепланетарном масштабе, это глобальный проект, и этот проект, который изменит миллионы жизни людей, только благодаря тому, что миллионы, десятки миллионов людей будут пользоваться данной технологией, которая сейчас только выводится в свет, только находится на преддемонстрации, предсертификации, но строительство уже идет, уже сделано множество шагов, которые позволяют говорить о том, что риски значительно снизились в нашем венчурном рисковом проекте, и, соответственно, сейчас действительно благоприятные времена, чтобы войти в проект, чтобы присоединиться, и чтобы начинать его мощно развивать. Ответило 39 человек, пожалуйста, проголосуйте все. Новичкам я напоминаю, что нужно просто выбрать циферку 1, ответить, проголосовать. Если вы не умеете, допустим, это делать, то, пожалуйста, поставьте циферку 0 в чате, если по каким-то причинам у вас это не получается. Так как напоминаю, что вводный технико-экономический вебинар это именно вводный технико-экономический вебинар. Здесь, в принципе, говорится об одном и том же, одни и те же слайды, и новостей здесь не ждите, так скажем, новости все будут на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но многие люди, которые присутствуют на вводном вебинаре второй и третий раз также разбираются на самом деле в технологии, потому что это разбирается в проекте. С первого раза, возможно, и непонятно, что мы с вами развиваем и какие перспективы конкретно для каждого из нас с вами данный проект несет. Перспективы на самом деле супер глобальные и супер положительные и позитивные. Почему я говорю супер? Потому что на самом деле на одном из ресурсов, на котором я продвигаю проект, это видео трансляции, я в профиле написал, что развиваем бизнес, который обладает капитализацией как минимум десятки триллионов долларов. И это действительно правда нам, и господа. это тот потенциал, который несет в себе на дальнейшее развитие бизнес Skyway. И более того, Анатолий Эдуардович Веницкий оценивает весь экономический потенциал благоприятствования, именно возобновления экологического фона планеты и так далее в тысячи триллионов. Ну, я такие цифры произносить не буду, потому что не имею права рассчитывать и оценивать, планировать потенциал, имеет право только генеральный директор, генеральный конструктор, президент международной группы компании Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий, который является и автором технологии, который, собственно, и изобрел данную технологию, сейчас воплощает ее, являясь главным руководителем научно-производственного конструкторского предприятия, которая включает в себя более 13 КБ. Итак, давайте перейдем непосредственно к вебинару, то есть те люди, которые уже в курсе о проекте, пожалуйста, прослушайте просто информацию еще раз, но напоминаю, что данный вебинар в первую очередь направлен на новичков, и мы видим по тенденции, что новичков максимум было 50, насколько я помню, человек, то есть кто-то, и мы этому безумно рады, Сергею Анатольевичем не приглашает на вводные вебинары, так как может сам донести информацию, чем больше таких людей будет, тем еще более мощнее будет развиваться наш проект, но уже более 200 тысяч участников по всему миру, еще можно приплюсовать 50 тысяч, знают о нашем проекте, зарегистрированы в нашем проекте, и более 50 тысяч инвесторов инвестируют, действительно являются акционерами, сподвижниками проекта, инвестируют, не побоюсь этого слова, каждый месяц. Почему инвестируют каждый месяц? Потому что на самом деле на сегодняшний день риски значительно снижены, и те движения, которые на сегодняшний день представляет проект, и на сегодняшний день мы имеем возможность лицезреть строительство, мы имеем возможность участвовать в конференциях, мы имеем возможность общаться, в том числе, если есть необходимость и конкретные договоренности по инициированию адресных проектов, либо конкретные договоренности по потенциальным крупным инвестициям, то всегда можно выйти на руководителей фондов, либо руководителей научно-производственного конструкторского предприятия, и в случае самых важных, самых стратегически нужных переговоров с Анатолием Эдуардовичем Юницким лично. Одна из встреч, полтора месяца назад именно стратегически важная для проекта произошла, но о ней я упомянул уже либо на расширенном технико-экономическом вебинаре, либо в конце вебинара. Но я хотел бы для понимания новичков сказать, почему мы позиционируем, что технология Skyway будет обладать очень серьезной капитализацией. Вспомните то, какой вообще предположительно капитализации, как выглядели ранее смартфоны. Более того, не было смартфонов, были на ладоннике, были обычные мобильные телефоны, которые весили по несколько килограмм. И каким образом развивался ранее автомобильный рынок, каким образом вообще появился автомобильный рынок, и насколько большая была конфронтация в начале при вхождении в рынок автомобиля, который именно в качестве народного автомобиля был введен Генри Фордом, он не первым придумал автомобиль, но первым создал именно народный автомобиль, который был доступен каждому пользователю. И какие препоны и препятствия на самом деле встречала технология при вхождении в рынок, допустим, после гужевого транспорта. И более того, очень люблю вестерны, и смотрю вот вестерны, именно такой вот жанр, где действительно понимаешь, что раньше до автомобилей все перемещались на лошадях. И лошадиные силы, также термин неспроста используется в автомобилях, это сколько соответственно лошадей заменяет мощный двигатель автомобиля. И на самом деле технологии развиваются стремительно, прогресс развивается стремительно, несмотря на то, что сегодня информация, деньги, наш с вами голос в виде мобильной связи, в виде видеосвязи, например, как сегодня вы видите меня на вебинаре, передается фактически за мгновение, но, к сожалению, товары, грузы просто застревают в логистических пробках, и собственно могут пробыть в них дни, месяцы и даже годы, и только на наш взгляд будущая мировая транспортная сеть, которая одновременно является энергетической, коммуникационной и даже социальной, естественно, информационной сетью, сеть Transnet, она основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого, и это будущее, которое нас ожидает на самом деле после бума, который произошел после сети интернет, но если сеть интернет это виртуальное воплощение, то сеть Transnet это уже воплощение в железе и в проводах, которые также будут вшиты в путевую структуру, и, соответственно, перемещаясь на транспорте нового поколения, транспорте второго уровня Skyway, мы будем иметь великолепную возможность пользоваться Wi-Fi в транспорте Skyway, пользоваться мобильной сотовой связью, не будет никаких перебоев, и не отрываться от цивилизации, перемещаясь из точку А в точку Б. Чего не скажешь о авиапромышленности, чего не скажешь о железнодорожном транспорте, постоянно идут перебои со связями, идет поиск сети, и Skyway это действительно недостающее звено будущей мировой логистики, которое позволит сэкономить огромное количество времени традиционно живущему и использующему на сегодняшний день транспорт человеку, который находится большую часть своего времени и жизни в современном мегаполисе, и даже перемещаясь через целые континенты, также можно будет экономить как затраты, так и в первую очередь время, что очень ценно для человека, но естественно для глобальных транснациональных корпораций и среднего малого бизнеса, который использует транспортную логистику, наибольшим показателем эффективности является экономия средств, и этим является причина, что в недавнем времени, в 2015 году, Сергей Анатольевич Гришин, это ныне президент Новотранс, и это очень серьезный транспортник Российской Федерации посетил с визитом научно-производственное конструкторское предприятие, наверняка, чтобы далее внедрять уже технологию Skyway при ее демонстрации сертификации в своем бизнесе транспортных и логистических перевозок. Но на самом деле, дамы и господа, все началось не год назад, не вчера, как говорится, все началось еще в конце 70-х годов, когда Анатолий Эдуардович Юницкий на конференции по неракетному освоению космоса представил модель, как вывести промышленность в открытый космос. Представьте, на тот момент, в конце 70-х годов, Анатолий Эдуардович Юницкий показал, каким образом, действительно, не используя космический лифт и так далее, с затратами примерно 1 доллар за 1 килограмм можно выводить товары, грузы, можно вплоть до того, что полностью вывести промышленность в открытый космос, и, соответственно, все, что связано с загрязнениями, будет уже в космосе не вредить нашей планете Земля. На тот момент, естественно, был абсолютно мир не готов к тому, даже не был создан интернет на тот момент. Более того, я могу сказать, что интернет появился тоже всего лишь от нескольких тысяч пользователей, и это была закрытая сеть DARPA, это было научное исследование военного подразделения одной из компаний США, и сейчас во что это вылилось. И, на самом деле, почему я сказал про интернет, я неспроста это упомянул, потому что та модель, которая была принята, это народное финансирование на сегодняшний день, на тот момент она была бы не то, что невозможна, она была бы более сложна к построению. И первые инвестиции, крупные инвестиции оказал посильную помощь губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович. Это тот человек, который говорил струнным технологиям в России быть. Это тот человек, который дал финансирование московскому технопарку на тот момент, это первый технопарк, это испытание второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, и это то, что произошло в городе Озеры в 2001 году, началось строительство и по 2009 год происходили испытания, это была передвижная лаборатория, экспериментальная исследовательская станция, так скажем, с виду простой ЗИЛ, мы называем его ЗИЛ, уходящий в небо, но самое главное, была испытана путевая структура, это легкая, ажурная, казалось бы, должная по законам не физики, но по мнению экспертов, которые присутствовали на данной презентации, провалиться под многотонной массой ЗИЛа, и все должно было рассыпаться, разрушиться, как карточный домик, но этого не произошло, и на самом деле Анатолию Эдуардовичу Юницкому аплодировали стоя, но время на тот момент, дамы и господа, также не пришло, потому что не та экономическая ситуация была в Российской Федерации, и не то видение и мнение было в том числе у крупных именно государственных корпораций транспортных, в том числе и у РЖД, и на расширенном технико-экономическом вебинаре мы сегодня одно из видений РЖД покажем, это строительство тоже в этой логике транспорта второго уровня, но насколько с большим опозданием, и это все мы расскажем и обоснуем на расширенном технико-экономическом вебинаре. И, к сожалению или к счастью, дорогие друзья, при презентации на тот момент президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву в 2009 году произошло, скорее всего, то, что должно было произойти, потому что если бы не эти события, на сегодняшний день мы бы не общались с вами в этой аудитории, в виртуальной аудитории и не продвигали бы проект тем способом, которым мы сегодня продвигаем, через краудинвестинг, через народное финансирование. И уже после, через неделю после Госсовета России по инновациям в транспорте, к сожалению, испытательный стенд в озерах был полностью уничтожен неустановленными лицами по неустановленной причине. Об этом стоит лишь догадываться, ну и, собственно, по поводу этого говорить по большому счету то и не стоит, потому что это родило совершенно новую концепцию, это был на тот момент риск, естественно, но оправданный риск, потому что после озер были переговоры с крупнейшими олигархами Российской Федерации, с крупнейшими застройщиками, королями недвижимости и так далее. И на самом деле это касается и зарубежных потенциальных инвесторов, и более того, стратегического партнера Анатолия Дуардувича Юницкого в Австралии, который так скажем посредством рейдерского захвата произвел именно заполучил компанию Анатолия Дуардувича Юницкого и научно-производственно-конструкторское предприятие на тот момент, которое было имело целью работу в Австралии формирования глобального опять же рынка. И, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее и Анатолия Дуардувича Юницкого с командой, которая двигалась сквозь десятилетия. И я могу привести пример Сергея Анатолевича Сибирякова, который более 15 лет знаком с Анатолием Дуардувичем Юницким. Это тот человек, который оказал огромное влияние на проекты и оказал, так скажем, возможность продвижения в массы, в том числе и он донес идею до Александра Ивановича Лебедя. И, более того, мы также расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре, какая идея была донесена, это как продавать и как Россия действительно увеличить с помощью продажи обычного льда, пищевого льда, ВВП в десятки раз за несколько лет. Это действительно, дамы и господа, возможно. И, более того, подтверждение тому, одним из подтверждений является то, что 11 февраля 2016 года мы прошли экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации и нашу технологию признали инновационной. И, на самом деле, дорогие друзья, вот те направления, которые на сегодняшний день развиваются, они важны очень и крайне для каждого жителя планеты Земля, потому что мы устали уже передвигаться в пробках, мы устали уже передвигаться именно с большими потерями топлива, с большими затратами на эксплуатацию транспорта на первом уровне. Пора уходить на второй уровень. Это городской пассажирский транспорт второго уровня, это грузовой транспорт второго уровня и, естественно, высокоскоростной транспорт с достижением скоростей до 500-600 километров в час. Думайтесь, это, дамы и господа, новички, это фактически среднемагистральная авиация. И, кстати, от авиации здесь также, можно сказать, было взято многое, так как коэффициент аэродинамики, аэродинамический коэффициент сравним с спортивным самолетом, с военным истребителем и об этом я скажу чуть позже. Но стратегической точкой входа одной из стал обычный легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. Мы называем это велосипед 21 века. Это юнибайк. То есть, почему юни, потому что по спецификации, по классификации, то есть, высокоскоростной транспорт, это юнилёд, по аналогии самолёт. Юни, это, соответственно, по фамилии Анатолия Эдуардовича Ницкого, что абсолютно заслуженно, я считаю. И юни, то, что универсальное. И, соответственно, юникар, это грузовой, юнибус, это городской пассажирский транспорт. И юнибайк, то есть, как велобайк и так далее. Вот, к этому сводится аналогия. Почему вело, я неспроста это сказал, потому что вы можете передвигаться на данном и транспортном, и нетранспортном средстве, потому что по сертификации это больше будет являться как аттракцион с помощью велотяги. То есть, попросту крутя педали в том режиме, в котором вы желаете, с той нагрузкой, в которой вы желаете, но юнибайк будет перемещаться строго в потоке. Чего не скажешь о современных наших пробках транспортных, о современном трафике на автобане либо в городском режиме. Все ездят как хотят. Здесь же будет строго регламентированное упорядоченное движение. Это может сравнить с течением воды. То есть, молекулы воды передвигаются строго друг за другом. И вот, пожалуйста, даже есть конкретная спецификация, название юнибайк U4-610 массой 300 кг, который стал являться неплохой точкой входа в двери чиновников, в двери потенциальных крупных инвесторов, потому что юнибайк на самом деле будет продемонстрирован уже в ближайшее время. То есть, мы позиционировали, что он будет продемонстрирован, ранее позиционировали, что будет продемонстрирован уже апрель-май, но так как сейчас произошли потенциальные договоренности не с крупными даже, я бы сказал, с крупнейшими потенциальными инвесторами, и я бы не называл даже потенциальными, потому что проработка вопроса уже идет. И поэтому на каждом из вебинаров с определенной Мы с Сергеем Анатольевичем говорим, что до конца 2016 года, дорогие друзья, кто-то может не успеть. То есть финансирование корневой технологии может быть закрыто. Что такое корневая технология? Это та структура, юридическая структура, которая будет входить в виде доли в каждый адресный проект по технологии Skyway, который будет реализовываться по всему миру. Далее после закрытия корневой технологии будет возможность вхождения только в адресные проекты, получение потенциальных дивидендов и так далее, обладание доли только в адресном проекте. Естественно, будут развиваться другие технологии Skyway. Это SkyTech, агрегированный бизнес-инновационный кластер, я бы назвал его так. И, собственно, в голове Анатолию Дарда Чуницкого еще очень много ноу-хау, но в первую очередь это сейчас стоит задача реализации техно-экопарка, который уже начал свое строительство и который несет себе преимущество очень высокой экологичности, крайне высокой долговечности путевой структуры. Можно сравнить с вантовыми мостами, которые имеют срок службы до века. И, естественно, с серьезной безопасностью. Вы все прекрасно знаете о трагическом происшествии за эти годы в авиапромышленности. И, естественно, что может человек сделать вообще на высоте более десяток тысяч метров. И поэтому логика передвижения со скоростями среднемагистральной авиации вполне имеет место быть и абсолютно логично оправдана при перемещении на втором уровне. На высоте от 10-15 и выше метров. При желании можно перемещаться на высоте небоскребов, если на то есть задача заказчика. То есть, допустим, перемещение в мегаполисе современном, во вновь построенных одновременно анкерных опорах, которые являются станциями, которые также являются высотными зданиями, либо жилой, либо коммерческой недвижимостью. И, соответственно, вверху уже с использованием гравитационного двигателя, то есть, когда спускается, соответственно, такая провисшая структура и путевая структура, и, соответственно, при использовании сил гравитации, когда подвижной состав спускается, то он разгоняется. Он не тратит энергию на разгон, не тратит топливо на разгон, и, соответственно, далее уже разогнавшись, на торможение также не тратится энергия. Это вот принцип гравитационного двигателя, как мы называем, и, соответственно, максимальная эффективность, максимальная экономия как топлива, так и энергии. И, дамы и господа, это также складывается из очень высокой аэродинамичности подвижного состава. То есть, коэффициент аэродинамического сопротивления на сегодняшний день достижим у современных образцов по технологии Skyway, которых, повторяю, не существует еще в реальности. То есть, они сейчас только строятся, уже существуют, так скажем, корпуса в железе, и происходила продувка. И коэффициент аэродинамического сопротивления, при том, что у Bugatti Veyron, например, он 0,3-0,35, самый такой возможный к достижению коэффициента аэродинамического сопротивления у лучшего автомобиля, это 0,2. И, соответственно, у подвижного состава Skyway это максимально достижимый 0,05. Мы позиционировали ранее 0,0,75. Сейчас, собственно, были проведены испытания. Ну, собственно, как они будут уточнены и будут обнародованы результаты этих испытаний, мы с вами узнаем, каких позиций мы достигли. Но однозначно это будет лучше 0,0,75, что на уровне, дамы и господа, я хотел бы сказать, современной спортивной авиации, военной авиации и так далее. И, соответственно, из высокой аэродинамичности складывается одновременно очень серьезная экономия как топлива при эксплуатации, так и при строительстве. То есть при строительстве я могу сказать, и завтра на вебинаре для французов, также вот меня попросили включиться, я буду рассказывать об преимуществах технологии Skyway перед ТЖВ. Именно в сфере экономии материалов при строительстве и, кстати, более низких шумовых эффектов. То есть вы наверняка видели, перемещаясь на Сапсане, либо перемещаясь на ТЖВ, что по бокам огромные массивные ограждения. И, соответственно, это создается для того, чтобы шум не мешал близи живущим людям и, соответственно, каким-либо построениям, которые осуществляют деятельность вблизи путевой структуры, по которой перемещается либо ТЖВ, либо тайваньский какой-нибудь высокоскоростной поезд, расположены, неважно, на первом или втором уровне. Но одно я могу сказать, что масса одной даже промежуточной опоры путевой структуры – это десятки тысяч тонн. И более того, их нужно сначала разрезать, потом смонтировать. Если говорить про Японию, про регулярные сейсмоопасные достаточно моменты и землетрясения, то что говорить вообще про безопасность перемещения на подобном транспортном средстве? Все рассыпется. Все рассыпется, как карточный домик. И Анатолий Эдуардович Юницкий про экстремальные условия, видео, которые я сброшу, обязательно новички посмотрите, приводит на примере буквально скрепок, каким образом будет наиболее быстро разрушаться и каким образом будет наиболее устойчивая путевая структура того или иного транспортного средства. И почему же струнная технология? Почему струна? Что такое струна? В первую очередь спрашивают новички. Струна – это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерных опор, неразрезная, статически неопределимая конструкция. То есть это термины, кому-то они покажутся сложными, но это чистый сопромат, дамы и господа. Здесь все рассчитывается в научно-производственном предприятии на изгиб, на кручение, на разрыв и так далее, чтобы максимальная безопасность, опять же, была пассажира при перемещении. И в зависимости от применения может иметь разный вид путевая структура, то есть это более вытянутая по вертикали, либо наоборот по горизонтали, более узкая. Все в зависимости от применения, либо это подвесной, либо это навесной, либо это высокоскоростной подвижной состав и так далее. Но принцип заключается один и тот же в основе именно создания и изготовления струнной путевой структуры. Это стальные проволоки, которые растянуты, они не разрывные, не разрезные, они закреплены и, соответственно, выдерживают очень большое напряжение. Уже даже когда более сотен проволок диаметром от 2 до 5 и более миллиметров, опять же, в зависимости от применения, растягиваются. Далее идет их закрепление, чтобы они не болтались и так далее. Далее идет омоноличивание специальным раствором и ставится головка рельса. То есть с виду головка рельса выглядит как обычный рельс, но там имеется ряд ноу-хау, например, отсутствие реборта и так далее. И путевая структура абсолютно без всяких сварных швов, стыков, соединений, которые могли бы провоцировать какие-либо деформации и такой вот традиционный стук рельсы-шпалы при перемещении, который мы испытываем на традиционном поезде. И, дамы и господа, все, что я говорю сейчас, это не имело бы абсолютно никакого смысла. Более того, это было бы обманом, если бы строительство экотехнопарка не начиналось бы уже здесь сейчас. То есть то, к чему мы шли сквозь года, это более двух лет, с начала развития краудинвестинга, сейчас воплощается на наших с вами глазах. Сейчас на наших с вами глазах действительно, благодаря инвестированию огромного количества народу на самом деле, то есть я считаю, что этот проект по праву войдет именно в историю, попадет в Википедию и так далее. Ну, более того, струнное кольцо, то есть вот вывод промышленности в открытый космос, то, что представил Анатолий Эдуардович Юницкий в 70-х годах, уже попало в Википедию. И так как наш транспорт имеет конкурентную составляющую для многих транспортов, которые на сегодняшний день имеют право руля, так скажем, и с которыми мы не собираемся конкурировать, но так или иначе столкнемся, на самом деле стратегическая точка входа, повторяю, она была создана. Это юнибайки, которые абсолютно ни с кем не конкурируют. И далее уже в зависимости от применения, в зависимости от того, насколько необходимо в том или ином регионе строительство, соответственно, по технологии Skyway, будет строиться сеть. Так же, как интернет развивался очень быстро и стремительно, мы считаем, что на самом деле сеть Transnet будет развиваться еще быстрее и еще мощнее. И, собственно, это входит также в логику Раймонда Курцвелла по технологической сингулярности. И что такое технологическая сингулярность, то есть прогресс развивается по экспоненте и настолько быстро увеличивается прогресс, что в будущем вообще все будет фактически моментально развиваться, буквально сольется в точку. Это предположение Раймонда Курцвелла. И на самом деле, если говорить про то, что фактически год назад мы только получили землю и сейчас уже в полной мере ведется строительство, возводится анкерная опора, которая является одновременно станцией. Более того, это инновационная технология применения озеленения крыш, за которое в недавнем времени ЗАО «Струнные технологии» получила Гран-Про ООН. И, собственно, действительно все развивается тем способом, который был выбран Анатолий Эдуардович Ницким в 2013 году. Это метод краудинвестинга, это метод народного финансирования. На самом деле, это, друзья, я считаю, великолепная возможность, учитывая то, что многие люди еще на первых порах высказывали оценку возможности развития проекта Skyway, которые еще два года назад, ну, собственно, я не мог даже предположить, я не мог сказать, где будет осуществляться стройка и где вообще будет находиться научно-производственное конструкторское предприятие. Сейчас оно находится в Минске, что касается научно-производственного предприятия. И стройка ведется в городе Марьино-Горка. И, друзья, действительно, ведущие эксперты выразили свою оценку. Можете найти ролики в YouTube на наших официальных каналах, где Хазин Михаил Леонидович, Делягин Михаил Геннадьевич говорили о своем мнении. В недавних своих интервью на самом главном канале, если не ошибаюсь, Россия, выразил свою оценку Жириновский Владимир Вольфович, что стоит сейчас внедрять новые виды инноваций, новые виды транспорта, в том числе струнный транспорт. Ну и про Гришина Сергея Анатольевича я уже говорил. Те, кто желает просто посмотреть, как будет развиваться проект, чего я на самом деле рекомендовать бы, просто так наблюдать и смотреть, услышав сегодняшнюю информацию на вводном технико-экономическом вебинаре, я думаю, что многие изъявят желание остаться на расширенный технико-экономический вебинар, где мы уж говорим по конкретике, по новостям развития нашего проекта, по новостям у конкурентов, по наложению текущих событий на логику развития проекта Skyway в общем мировом масштабе, по потенциальным адресным проектам и на ближайших вебинарах мы серьезно будем рассматривать те проекты, которые сейчас уже, так скажем, постепенно рождаются, упаковываются, это Вьетнам, это Монголия и другие глобальные проекты, всего таких проектов по миру, ну не больше 50, так скажем, именно с потенциалом миллиарды, десятки миллиардов. И, соответственно, это действительно, дамы и господа, вот если бы мне кто-то рассказал бы о таких возможностях, а первый вебинар Анатолия Эдуардовича Юницкого я увидел в маленьком окошечке с плохим звуком, смотрел, когда гостил у тещи, и тогда меня информация, как в первую очередь инженера-механика, как в первую очередь технаря поразила до невозможности. И с того момента действительно можно разделить свой период жизни до Skyway и после Skyway, потому что до этого я занимался различными интернет-проектами, строил тысячные структуры, я всегда мечтал о проекте, где можно применить эти знания построения тысячных структур на благо максимальное и с возможностью донесения максимальному количеству людей. И действительно, как я и написал на слайде о себе, что 99% людей действительно должны узнать о проекте Skyway. Естественно, слово «должны» не подходит, никто никому ничего не должен, но следует, дамы и господа, потому что народный, международный, я бы сказал, экономический ковчег отплывает уже, я думаю, что до конца 2016 года мы уже все подготовительные работы выполним, и сейчас на его борт может вступить абсолютно каждый. И сейчас действительно произнося такие вещи и слоганы, как «строй Skyway, спасай планету», как «Транснет, мы объединяем мир, а объединять мир – наша работа», такие слоганы, как «строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету», друзья, они рождались не просто так, потому что это возможное будущее новой мировой экономики, это то, чего на сегодняшний день желают мировые венчурные фонды, и с европейскими венчурными фондами у нас уже разговор состоялся. Ну, а присоединяться или нет к проекту, ждать ли или нет до того момента, когда будет возможность уже инвестирования только в адресные проекты, и возможность инвестирования в корневую компанию будет закрыта, решать, конечно же, только каждому человеку лично и самостоятельно. Вот такая информация, дамы и господа, такой краткий взгляд, экскурс, а я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, действующему государственному советнику третьего уровня, третьего ранга, и, соответственно, это тот человек, который предсказал Майдан на Украине примерно за год, который за полтора-два года предсказывал те события, которые сейчас происходят, и, казалось бы, у кого-то возникает иллюзия, что они выправляются с нефтяным рынком, с падением рубля и так далее. Это тот человек, который более 15 лет участвует в проекте Skyway. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, дорогие друзья. Я жду вас всех, кто заинтересовался на расширенном технико-экономическом вебинаре. Так, друзья, добрый день. Значит, сегодня среда, как всегда, работаем в режиме, как вы уже заметили, наверное, два вебинара для новичков, который Алексей начал, я обычно его завершаю, и потом мы переходим на наш расширенный вебинар, куда подходят уже люди, те, кто ко мне в проекте. Поэтому, друзья, раз мы работаем, раз среда, раз вебинары идут, значит Skyway развивается. Все, друзья, идет очень серьезными темпами, проект движется, все занимаются своим и нужным делом. Поэтому, друзья, сейчас для новичков у нас обычно 10-15, там до 20 человек каждый раз приходит новичков. Это, конечно, мало. Мы бы хотели, чтобы к нам приходило по 200, а лучше по 500 человек новичков каждый вебинар. Но, друзья, как есть, пока как движемся. То есть, вот мы где-то на первом вебинаре там 100-150 человек, второй вебинар у нас дневной средний идет вокруг там 300-350 человек. Это те люди, которые в основном ходят для того, чтобы получать информацию, для того, чтобы быть причастными к процессу. Хотя наши вебинары потом по несколько тысяч просмотров идут уже в записи, потому что не все могут прийти на вебинар. Вот, это тоже естественный процесс. Но я могу сказать, что, друзья, мы тоже пытались сделать только вебинары, не вебинары, а просто выкладывать только в записи, то есть записывать, а потом, я могу сказать, и сам ощущаешь не ту энергетику. И люди, которые приходят, все-таки живое общение непосредственно, когда мы с Алексеем в аудитории специально работаем и информацию доводим до вас, это ни с чем сравнить, конечно, нельзя. Вот, поэтому мы ничем живое общение менять не будем, то есть у нас эта форма всегда останется. Другое дело, что мы сейчас после нашего апрельской конференции, которая будет в Минске, в Марьиной Горке, мы несколько будем корректировать нашу работу с точки зрения доведения информации, что мы будем для новичков запишем очень такой, уже сейчас мы отработали опыт и четко понимаем, как, что надо доводить информацию, чтобы она была абсолютно понятной, чтобы она была доходчивой, чтобы она отвечала на большинство вопросов. у людей, которые только пришли и присоединились к проекту и которые... Так, потише чуть-чуть, да? Ага, сейчас, секундочку. Значит, и соответственно... Так, 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 сейчас я у меня звук... Так. Так, хорошо сейчас, да? Ага, отлично. Давайте. Значит, так, тут идет вопрос после закрытия корневой. Значит, друзья, давайте мы это все обсудим, сделаем, тем более, что мы с Алексеем эту тему не раз затрагивали, потому что мы доходимся, ну, скажем так, в центре событий, на наших глазах все это развивается, поэтому определенные вещи, ну, насколько это сейчас возможно возможно и необходимо делать, мы можем доводить и... Да, 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 все, Алексей, ага. С это сделал чуть-чуть. Хатише так. Вот. Значит, друзья, я начал говорить как раз, вот когда чуть сбился со звуком, по поводу живого общения. Мы это никуда не будем убирать, живое общение всегда останется, и здесь как раз для тех, кто только услышал, определяется сейчас по поводу 23-24 апреля, как мы назвали, фестиваль, праздник SkyWay, я могу сказать, что, друзья, вот за два года, в марте, 14 марта будет годовщина, была годовщина, когда мы проводили первую конференцию, на которой я познакомился с Алексеем Суходоевым, с Андреем Хавратовым, там, ну, вот все, кто сейчас являются активистами SkyWay, это вот как раз была первая конференция, когда мы воочию собрали 500 человек, увидели, познакомились, и, в общем-то, это такое зарождение проекта. После этого были уже десятки различных конференций, больших, чуть поменьше, в октябре мы провели, вот там, вообще большую в Москве, как праздник SkyWay, и я могу сказать, что вот такое общение, вот такой сбор общий единомышленников, когда люди сопричастны к процессу, когда все объединены одним стремлением, одним желанием, друзья, это сама по себе атмосфера, не может быть заменена ничем. Поэтому мы поставили для себя четко позицию, что мы будем собирать максимальное количество людей, которые хотят приехать два раза в год, это в апреле и в сентябре, поэтому здесь, друзья, я могу сказать, что еще я не видел и не встречал ни одного человека, который был бы на наших фестивалях, был бы на нашем празднике, и сказал, что ему не понравилось, сказал бы, что я зря потратил время, зря потратил деньги, и, соответственно, это выброшенное время из жизни. Поэтому здесь, друзья, наоборот, когда общаемся, видим это личное общение с Анатолием Дуаровичем, Юницким, возможность получить автограф, сфотографироваться, задать личный вопрос, получить ответ, посмотреть, пообщаться с крупными инвесторами, с фондами, с теми, кто еще два года назад инвестировал сотни тысяч долларов, такие тоже будут в фестивале, просто воочию увидеть и пообщаться с этими людьми, друзья, это всегда интересно. Второй момент, что будет возможность посадить дерево, это поучаствовать в закладке вот этого города-сада нашего эко-технопарка, фруктового, такой огромной плантации, которая будет вокруг эко-технопарка при демонстрации технологии. Это доклады будут и лично Юницкого, и инженеров, которые будут, и уже группа директоров, которые очень квалифицированно показывают развитие технологий, что происходит в данный момент. Ну и просто, друзья, я могу сказать, что эта атмосфера, она всегда настолько заряжает и подвигает к такой работе, что я просто рекомендую, у кого есть такая возможность, кто готов инвестировать свое время и деньги, тем более, что у нас уже по традиции, SkyWay такой традиционный, на прошлом был определенный сбой, там не все обязательства были выполнены, к сожалению, теми, кто приехал, и было обещание компенсировать, но этот вопрос мы тоже решаем, и части, даже за прошлую конференцию 25 октября, кто не получил компенсацию, мы сейчас эти вопросы решаем. А на эту конференцию Антон Дуарчич четко поставил, не то что задачу, а дал гарантию о том, что все, кто инвестирует свое время и деньги, они получат компенсацию в акциях, и это правильно, потому что вы тратите время, вы тратите деньги, вы приезжаете, вы поддерживаете, поэтому, естественно, это в личном кабинете будет все компенсироваться акциями, и это правильный подход, потому что для вас инвестиции, а для нас это очень серьезная поддержка, очень серьезная работа, поэтому давайте, друзья, с кем мы увидимся, но это мы еще на следующем вебинаре поговорим, конечно, будет очень интересное общение. Теперь по поводу, тут сейчас очень много краудинвестинга, тем более, что, друзья, мы сами эту тему неоднократно поднимали, что сегодня, благодаря нашей работе краудинвестинга, появляются уже крупные заказчики, крупные игроки с точки зрения организации финансовых схем, именно по финансированию, по заказчику, по выпуску ценных бумаг, там идет целая-целая такая работа, она стала возможным только потому, что подготовлен демонстрационный полигон, хотя мы с прошлого вебинара договорились слово полигон больше не употреблять, это все-таки эко-технопарк, это намного шире, чем просто полигон, это испытательное место, то есть там не только испытания, но и сертификация, и демонстрация, и офис продаж, поэтому эко-технопарк, это намного шире, чем просто понятие полигона, и в эко-технопарке, это я сам себя, друзья, саживаю, потому что у меня с озер 2001 года слово полигон очень жестко вошло в лексикон, и мне тоже от этого слова надо избавляться, поэтому я сам, друзья, для себя проговариваю, что у нас полигона больше как бы нет, потому что это узкое понятие, а эко-технопарк намного более широкое и емкое понятие, что мы с вами строим. Так вот, друзья, то, что сегодня делается в эко-технопарке, это является, во-первых, доказательной базой, научной базой, производственной базой, которая демонстрирует технологию, и сегодня стало возможно уже готовить серьезные адресные проекты, серьезные, именно с точки зрения заказчиков и финансирования по продвижению технологий в различных уголках мира. На следующем вебинаре мы несколько подробнее расскажем, то есть расскажем схематику, как сейчас устраиваются управляющие компании, какие первые проекты будут запускаться, это мы в следующей части. А сейчас, потому что идут тоже несколько, ну, таких напряжений по поводу того, что вот закроется, а что краудинвестинг, что вот эта система, которая, она больше не нужна, она будет разрушена или она останется неудел. Здесь, друзья, я могу сказать, что наоборот, мы с вами сейчас за эти два года сделали практически невозможное, то, что верило очень небольшое количество людей, за исключением группы, там, так скажем, энтузиастов, которые самоотверженно продвигали проект. На сегодняшний момент эта группа расширена уже до 250 тысяч человек и уже десятки и десятки тысяч, которые являются активными инвесторами. Это уже не сказать, что это просто группка энтузиастов. Сегодня есть уже и серьезные бизнесмены, и чиновники, и политики всевозможного уровня, которые поддерживают проект. Так вот, друзья, мы сегодня стартовали и запустили проект Skyway. Это детище инженера Юницкого, и я сразу могу сказать, мы это не раз повторяли, что в обоими технологических решений у Юницкого десятки и десятки технологий. И Алексей уже упоминал, что вообще вся вот эта эпопея со Skyway началась с мега-технологии, то есть это не ракетного освоения космоса, где можно будет создать геостационарную транспортную систему, которая выводит миллионы тонн груза на орбиту. Это сегодня звучит фантастически, а представляете, как это звучало 30 лет назад, когда Юницкий начал продвигать эту идею. И тем не менее, она осталась, она сегодня концептуально развивается, если говорить укладами. Это следующий за Транснетом, это следующий Спайснет, то есть следующая сеть седьмого технологического уклада. Это, если говорить экономическим языком, пятый уклад, это интернет, то, что мы с вами сегодня поняли. Шестой, это Транснет, то, что мы с вами создаем сегодня, и ядром именно базовой технологии Транснета является струнная технология инженера Юницкого с брендом Skyway. А следующая технологическая революция, следующая сеть, это уже Спайснет, это следующая технология, как я уже сказал, на низкогеостационарной орбите транспортная система, которая также разработана и сделана инженером Юницким. Но для ее реализации необходимо создать общую систему Транснет, и как только Транснет замкнется вокруг Земли, будут построены миллионы километров, а это по нашим расчетам примерно 10, 12, 15 ближайших лет, соответственно, мы приступим к следующему технологическому укладу, уже к запуску седьмого технологического уклада, ядром которой технологии уже будет являться Спайснет. Но это, друзья, чуть дальше, чтобы вам мозги сейчас не перегружать и не говорить о каких-то вещах. Так вот, если завершать краудинвестинг, то, друзья, сегодня мы запустили, сделали, и сейчас можно однозначно сказать, что стартовала технология Skyway. А у Юницкого, как и у Леонардо да Винчи, есть огромная-огромная линейка изобретений, которые сегодня ждут своей очереди, просто до которых не доходят. Так вот, друзья, если мы с вами сделали и запустили и то, что многие считали невозможным, и Skyway стал шагать по планете, соответственно, мы с вами будем точно так же под руководством Юницкого выпускать еще новые и новые технологии. Я вам могу сказать, друзья, мы увидим настолько невероятные вещи, начиная от умного стекла, который будет пропускать, не пропускать свет, тепло, впускать, не выпускать ультрафиолет, который будет защищать и так далее. То есть мы будем давать новую концепцию и жилищного строительства, и новую же концепцию земледелия, и новую концепцию расселения, и новую концепцию потребления и воды, и продуктов питания, а дальше уже и образования, и медицины. Это все, друзья, также будет в плеяде, в линейке тех технологий, которые мы будем запускать. И вот как раз участие в этих технологиях краудинвестинга, оно будет просто необходимо. Поэтому мы с вами увидим еще не один, и не два, и не пять проектов, которые будут запускаться инженерные школы, именно инженеры Юницкого, и мы с вами, как краудинвестинг, будем иметь возможность, и у нас всегда будет что сказать, потому что, друзья, у нас будет, как сейчас модно говорить, портфолио, то есть у нас будет запущенная технология Skyway. То есть все, кто говорил, что это невозможно, но благодаря нам это запущено и сделано, соответственно, друзья, также мы выведем еще не один десяток технологий, которые будут также развиваться, и все это будет в общей технико-экономической школе, которая так и называется уже SkyTech, то есть группа технологий, которые идут следом за Skyway, за Skyway и то, что идет в логическое развитие SkyTech и HighTech. Ну вот, друзья, давайте сейчас мы, как по традиции, это просто ответ на вопрос, что тут пошли, что мы, друзья, как инвесторы, больше никому не нужны, и наша задача потом просто сидеть, получать дивиденды и уйти на пенсию, что я, в общем-то, с большим удовольствием и сделал, потому что за 15 лет работе в проект у меня довольно-таки крупный инвестиционный пакет, поверьте, очень крупный, поэтому я очень жду и надеюсь, что в ближайшее время начнется капитализация этого пакета, естественно, что это будет уже приносить не только моральное удовлетворение, но и материальное удовлетворение, вот той проделанной работы, которая Юницкий вкладывал в это всю свою жизнь, то есть по последние 40 лет, вот я, конечно, скромнее, не так много, в последние 15 лет, очень многие, которые вот уже по два года работают в проекте, вот это тоже, друзья, очень важно и двигаться, и развиваться, и быть сопричастным, соработником того дела, большого дела, которое сегодня делается, и я думаю, что сегодня уже не звучит насмешкой и не звучит сегодня по отношению к нам утопией, когда мы говорим строй Skyway, спасай планету, мы объединяем мир и объединять это наша работа, это, друзья, действительно так, и это мы с вами делаем каждый день, каждый час, и у нас есть на это, друзья, очень хорошие результаты. Друзья, 5-7 минут перерыв, как всегда по традиции мы поставим сейчас несколько очень важных роликов и репортажей, которые дает Михаил Кириченко, это наш теперь голливудский актер в нашем проекте, поэтому, как Кириченко говорит, строй Skyway, спасай планету, так, наверное, не может сказать ни один ведущий, вот, поэтому давайте сейчас небольшой перерыв, а мы включимся уже через несколько минут и продолжим нашу работу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Все, друзья, ну, а тот, кто предел решение больше со Skyway не сотрудничать, друзья, мы прощаемся на некоторое время, потому что все равно вы увидите, все равно услышите, все равно...